Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Львира Фазлива. И сегодня мы расскажем о крупной аварии в селе Столбище. По инерции боком вот так, с него вытянул боковой, там все планеты. Водитель одной из машин, по уверениям очевидцев, находился в нетрезвом состоянии. Покажем пункт по приему металла, в котором ночью во время пожара погиб человек, и гибель рабочего на заводе в Елабуге. А также массовая авария на Фермском шоссе. Вольфсваген заносит просто со встречного движения, бросает сюда, прямо на 14-ю. Причины многочисленных выездов на встречную полосу. Это и не только. Прямо сейчас. Два человека оказались в больнице в результате крупной аварии в Лаишевском районе. В селе Столбище практически лоб в лоб сошлись две «Лады» 13-й модели. По предварительной версии, один из водителей выехал на полосу встречного движения. Как предположили очевидцы столкновения, за рулем он находился с признаками алкогольного опьянения. По крайней мере, от него исходил специфический запах. С места происшествия Айрат Назипов. По инерции, боком вот так, с него вытянул боковой. Там стекла нет. Как рассказали очевидцы, удар был такой силы, что непристегнутый водитель «Лады» вылетел через боковое стекло. Мужчина не мог сам подняться и лежал на земле. Не зная травм, которые получил мужчина, трогать его не стали. Позже его госпитализировали прибывшие на место медики. Достался и женщине, что управляла второй «Ладой». Она оказалась зажата внутри салона своего автомобиля. После того, как сотрудники МЧС извлекли автоледи из искорёженной машины, её передали в руки медиков. Этот чудак отстоял, вот он. Его тут и поймал. По предварительной версии, обе «Лады» двигались навстречу друг другу. Водитель одной из них на повороте не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. Сел из-за поворота. На хорошей скорости его выкинул. Местные жители говорят, что подобные аварии на этом участке дороги совсем не редкость. Причиной всему считают несоблюдение водителями скоростного режима. Поэтому на крутом повороте зачастую не справляются с управлением. Впрочем, в этой аварии сыграла свою роль ещё одна немаловажная деталь. Пьяный? Молодец. Молодец. Если подтвердится, что водитель сел за руль в состоянии опьянения, то после выхода из больницы ему предстоит лишиться водительских прав и заплатить крупный штраф. Кроме того, степень его вины определится после назначения диагноза пострадавшей автоледи. Айрат Назип, Фазац Мигулин. Вызов 112. 52-летняя женщина оказалась в больнице с переломами после того, как попыталась перейти проезжую часть на улице Зорге. Шла, как установили автоинспекторы, она по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. 37-летний водитель автобуса, едущий в это время по этой дороге, уверяет, что это он двигался на зелёный. Что никого не сбивал. Успел остановиться. А женщина упала сама. Все подробности в материале Рамиля Шайдулина. Как уверял 37-летний водитель автобуса, пешеход практически не пострадал. Медики решили иначе и госпитализировали 52-летнюю женщину. У неё диагностировали закрытый перелом правого предплечья. Водитель даже вызвался сопроводить её в больницу, после чего вернулся обратно на место происшествия и рассказал, как всё произошло. Я остановился, потом женщина вот так держался, потом упал. То есть она в момент удара здесь оказалась, да? Да, вот здесь. Держался, машина остановилась, потом он держался, она сразу упала. Вот эта рука, асфальт упал. Красный был, пешеход. Мужчина уверяет, что двигался прямо по улице Зорге. Говорит, уже закончил свою смену и направлялся домой. Пассажиров в салоне не было. Проехав пересечение с улицы Фучика на разрешающий сигнал светофора, на его пути оказалась женщина, неожиданно вышедшая на проезжую часть. Но он никого не сбивал. Говорит, успел остановиться. Скорость невысокая была у вас? Нет, я светофор уже немножко приеду. Ну, примерно, сколько там? Не знаю, ну, 20, по-моему, 30. Однако автоинспекторы, прибыв на место происшествия, сделали вывод, что наезд всё же был, причём на пешеходном переходе. И на красный проехал именно водитель автобуса. Окончательно степень вины каждого из участников происшествия будет установлена в ходе детального разбора в ГИБДД. Учитывая, что автобус был оборудован видеорегистратором, сделать это не составит труда. Рамиль Шайдуль, Айрат Назипов, Азат Самигулин. Вызов 112. 38-летний водитель грузовика МАЗ скончался после того, как по пути в Альметьевск из Казани опрокинулся в кювет. Произошло это, как считают автоинспекторы, из-за небезопасной скорости большегруза. Травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимы с жизнью. Один человек погиб на пожаре на улице Родина. Ночью загорелось одноэтажное здание, где находился пункт сбора металлолома. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Спасателям потребовалось около 8 минут, чтобы справиться с пламенем. При тушении огня пожарные обнаружили обгоревшее тело мужчины. Сейчас его личность устанавливается. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. Трагедия произошла в цехе одного из заводов Елабуги. Рабочего раздавил автоматизированный манипулятор. В момент гибели человека был зафиксирован камерой наблюдения. Как видно на записи, 38-летний контролер качества продукции и технологического процесса подошел к технике. Спустя секунды автоматизированный манипулятор снес его и провез по металлическим конструкциям. Мужчина получил множественные травмы и был госпитализирован в больницу. Впрочем, спасти его все же не удалось. Следственный комитет по факту гибели рабочего возбудил уголовное дело. По данному факту, Следственному органу Следственного комитета Российской Федерации Преспублики Тарстан возбуждено уголовное дело по статье нарушения требований охраны труда, повлекшей по неосторожности смерть человека. В настоящий момент проводится комплексы необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действий на божественных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве. 80-летняя пенсионерка погибла под снежным завалом в Лениногорском районе Татарстана. Трагедия произошла в селе Тимясово. По версии следствия, за несколько дней до гибели женщина приехала в гости к дочери. Минувшую субботу дочь с супругом отправились в город. Ее мать осталась дома. Вернувшись, они обнаружили перед входом в дом гору снега, которая сошла с крыши, и также отсутствие пенсионерки. В ходе обысков они раскопали кучу и обнаружили тело женщины. Предположительно, она провела под снегом не менее трех часов и скончалась от удушья. В настоящий момент телонаправленный на экспертизу, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято профессиональное решение. Спешка при совершении маневра стала причиной аварии на улице Даурская. Там столкнулись Hyundai iX35 и Nissan Almera. По предварительной версии, женщина-водитель последняя, нарушая правила дорожного движения, начала поворачивать налево, не пропустив при этом встречные автомобили. Удар был такой силой, что обе машины вылетели с дороги. Nissan при этом воткнулся в сугроб. В результате происшествия никто не пострадал. Столкновение нескольких машин парализовало движение троллейбусов и сильно затруднило проезд другим транспортным средством на фермском шоссе. Этим утром там столкнулись три автомобиля. Пока участники ДТП оформляли происшествие, на их глазах столкнулись еще две машины. Обо всем по порядку в материале Алии Хайрудзиновой. Много сломал? Да. С места происшествия медики госпитализировали 30-летнего водителя «Лады» 14-й модели. Весь удар пришелся как раз на его сторону. Изначально на этом участке дороги столкнулись три машины. По предварительной версии аварию спровоцировала автоледи, сидевшая за рулем «Фольксвагена Пола». «Иномарка» неожиданно для всех оказалась на полосе встречного движения. «Фольксвагена» заносит просто со встречного движения, бросает сюда, прямо на 14-ю. А у вас касание было с ней? С ним нет. А у вас вообще касание не было? У меня было касание, вот с черным «Фольксвагеном» чуть-чуть. То есть она сначала в «Ладу» ударилась, потом в «Ладу»? Да, они остановились, потом я уж догонял, но гололед был. Ну ладно, хоть отделался так. Пока участники ДТП оформляли аварию, рядом с ними произошло еще одно столкновение. В этот раз на полосу встречного движения выехал «Шевроле Авео» и столкнулся с «Опелем Антара». Водитель «Шевроле» рассказал, что на такой маневр его вынудил водитель грузовика, который двигался с ним параллельно. У меня все же отверху, вверху, 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 наоборот. А получается у вас касание было с грузовиком? Да, а грузовик? Грузовик, вверху, 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 вверху. В этом участке дороги для остальных участников движения был сильно затруднен. Троллейбусы, в свою очередь, и вовсе не могли объехать столкнувшиеся автомобили. Уехать своим ходом машины не могли, а потому потребовалась помощь эвакуатора. Теперь, вероятнее всего, автомобилистов ждет разбор в ГИБДД. Ущерб, а также степень вины всех водителей еще только предстоит установить. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.